Уважаемые коллеги, перекладываю, так сказать, эстафетную палочку от Татьяны Юрьевны, и после одевантного лечения моя задача сводится к тому, чтобы поговорить о практических аспектах лечения диссиминированного рака молочной железы, а именно люминального типа. Ну, собственно, презентация будет содержать некоторые данные нашего участия в исследовании расширенной программы препарата Рибоциклип, где как раз включались пациентки в первую линию лекарственной терапии комбинация ингибиторов ароматазы с CDK-ингибитором. Ну вот, собственно, о чем просили сделать организаторы, это до начала презентации, до начала лекции обсудить с вами такой вопрос для голосования интересный. Мне показалось, что это достаточно универсальный показательный клинический случай, который говорит о женщине, да, 60 лет, в постменопаузе, которые, как говорится, провели полное радикальное лечение, и по данным гистологического исследования зафиксировали люминальный тип опухоли. Но затем, как ни странно, через 2 года после окончания радикального лечения у нее возникли метастазы. И посмотрите, метастазы появились в костях и в легком. И отсюда вопрос к аудитории. И что же бы делали в этой ситуации? Первый ответ – это максифен, второй – фулвестрант, комбинация, комбинация с ингибиторами CDK, комбинация с МТОР-ингибиторами, химиотерапия или какие-то другие опции выбрали для этой пациентки. И вот у нас, получается, на сегодняшний день, можно уже говорить, да? Я думаю, что все уже проголосовали. Получается, что в первой линии лекарственной терапии у нас до как раз презентации треть пациентов – это комбинация ингибиторов ароматаза CDK, новые препараты CDK, фулвестранты, и по 20%, по 17% – это антиэстрогены. Никто не выбрал химиотерапию в этой ситуации, как раз это очень отразно, потому что, обсуждая вопросы с регионами, с коллегами, ситуации, когда мы должны в первой линии начинать химиотерапию для люминального рака молочной железы, возникает очень-очень много вопросов. И вот здесь, получается, видите, клинический случай построен на том, что есть и осальные изменения, казалось бы, это признак гормоночувствительности, и есть висцеральные изменения. И для каждого, конечно, вот это понятие висцерального криза, оно на сегодняшний день свое. И даже, мне кажется, в разных учреждениях, даже в нашем городе, подход к терапии этой группы пациентов будет немножко отличаться. Но здесь, видите, получается, все идут по пути гормонотерапии. Почему так происходит? Вот, собственно, начнем сначала. Есть ли у нас перед нами, как перед практикующими врачами, пациентка с гормоночувствительной? Что же мы должны начать? И вот, собственно, ни для кого не секрет, что начинаем мы с гормонотерапии. Это на сегодняшний день обусловлено всеми рекомендациями, которыми мы пользуемся. ИАСК, ИАСМА, ИНСЕН и так далее. Второй вопрос встает о выборе гормональной терапии. То есть, что назначить в первой линии лучше? И здесь мы обращаемся к данным метаанализа. И вот очень важно, это третий столбик, то есть, к чему мы можем прийти. То есть, все-таки для нас очень важно, чтобы пациенты жили. И жили как можно дольше. И в этой ситуации, видите, предел на фоне стандартной гормональной терапии с точки зрения медианы общей выживаемости всего лишь 43-45 месяцев, независимо от того, какой препарат мы выбираем. На сегодняшний день, конечно, стратегия развития гормоночувствительного рака молочной железы идет по пути создания новых препаратов. И здесь мы видим появление новой группы препаратов, чистые антиэстрогены. И на сегодняшний день видим в два раза увеличение времени до прогрессирования. Пока данные общей выживаемости недоступны, но по предварительным анализам до 50 месяцев медиана может достигнуть. Это как вторая опция. И вот апофеозом всего этого являются вот эти столбики. Опять же, столбики с точки зрения общей выживаемости. Потому что на сегодняшний день, как вы знаете, конечно, суррогатного маркера общей выживаемости для пациентов метастатических, к сожалению, не существует. А мы хотим, чтобы пациенты все-таки жили как можно можно дольше. И здесь вот этот предел 45 месяцев, этот обзор был опубликован в 8-й кордозе, которая, в принципе, является законодателем лечения рака молочной железы в Европе. И вот, собственно, 45 месяцев тот предел, который у нас на сегодняшний день есть. Что же делать и как улучшить результаты лечения? И отсюда мы возвращаемся к вопросам резистентности. Это универсальные механизмы, видите, они подразумевают все, что угодно. И мутация в рецепторе, то есть в первой мишени, на что мы действуем. Это появление новых путей. Это появление альтернативных путей, которые позволяют клетке и заставляют ее делиться, пролиферировать и дальше прогрессировать. И, собственно, достигается тот объем опухолевой массы, которая приведет к гибели пациента. Отсюда, получается, воздействие на каждую эту узловую точку теоретически может улучшить результаты нашего лечения. Мы говорим сегодня о седике ингибиторов, то есть о определенном, скажем так, узловой станции, которая находится в ядре клетки, воздействие на которую, возможно, улучшит результаты нашей эндокринотерапии. То есть, казалось бы, все сигналы, которые по вертикали идут от поверхности клетки через цитоплазму к ядру, мы можем блокировать вот в этой узловой станции. Понятно, что этих ферментов очень много, до 7 штук, соответственно, чувствительность этих препаратов к этим ферментам достаточно разная. Но как мишень, которая дополнительно может быть блокирована для этой группы пациентов, мне кажется, это интересно обсудить. Ну и, собственно, на слайде вы видите те препараты, эти клинические исследования, которые на сегодняшний день существуют в целях как раз обсуждения комбинации в качестве первой линии лечения этой группы пациентов. На сегодняшний день два тезиса. Помимо идеи создания новых препаратов и поиска мишени, на которые мы можем дополнительно воздействовать, есть определенные биологические особенности лечения эндокриночувствительного рака молочной железы. И первый тезис, посмотрите. Чем раньше мы начнем более эффективное лечение, тем теоретически мы получим больше влияния на общую выживаемость. Как раз вот эти три столбика и говорят о том, что чувствительность эндокринотерапии 7 месяцев, новые препараты 16 месяцев, комбинация вроде бы как больше. И химиотерапия. Вот, собственно, это для иллюстрации первый тезис. И второй тезис в лечении люминальных раков – это как можно дольше не назначать химиотерапию. Почему? Опять же, возвращаясь к вопросу резистентности. То есть, если мы начинаем о фронт назначения химиопрепаратов для этой группы, то шанс приобретения резистентности к последующему другому лечению достаточно велико, увеличивается. И поэтому, собственно, вот этот тезис и существует. Чем дольше не назначаешь химиотерапию, тем, может быть, опять же, в кавычках, будет больше влияние на общую выживаемость. Ну и отсюда как раз переходим к клиническим случаям, собственно, что от меня и требуется. Посмотрите, опять же, женщина, постменопауза, 2010 год, радикальное лечение, люминальный тип. Сделали операцию, лучевую терапию, одевантная химиотерапия. Дальше она находилась под наблюдением. С точки зрения сопутствующей патологии никаких проблем клинически значимых не было. И вот одна проблема. Спустя 7 лет появление отдаленных метастазов. Появились изменения в легких, в лимфатических узлах средостения, в плевре и в мягких тканях. Вопрос. Первичная множественная опухоль или все-таки спустя 7 лет прогрессирование опухоли молочной железы? Для практикующих онкологов абсолютно не секрет, что прогрессирование может возникнуть через 10, 15, 20 лет. И при этом даже фенотип опухоли будет сходен, идентичен. В этой ситуации стандартом является биопсия метастазического очага, собственно, что и было выполнено с гистологической верификацией процесса. Отсюда получается, что прогрессирует тот же самый люминальный рак молочной железы. Что делать? И вот видите, предыдущие 4 слайда говорили о том, что мы начинаем с гормонотерапии. А это реальная клиническая практика, которая существует на сегодняшний день в стране. И мы начали с химиотерапии, хотя в данной ситуации расценивать эту клиническую ситуацию как висцеральный криз, наверное, не приходится. Мы сделали, получается, 5 циклов лекарственного лечения по стандартной схеме, причем, опять же, начали с комбинации препаратов, хотя могли бы пойти по тимонотерапии. Перешли на продолжение в монотерапии, достигли максимальный эффект стабилизации. Что делать дальше? Дальше либо по всем рекомендациям и клиническим исследованиям мы лечим до прогрессирования или до непереносимой токсичности. И фактически могли бы продолжать наше введение токсанов до потери пульса. Второй момент – это отпустить под наблюдение эту пациентку. И третий момент – сделать схему свитч, то есть перейти на эндокринотерапию. Собственно, в этой ситуации мы пошли как раз по пути, анализируя результаты исследований, которые были представлены, комбинации эндокринотерапии с CDK-ингибитором. И, собственно, с чего мы хотели ожидать? Если мы после первичного лечения, после достижения максимального эффекта переключаемся на вариант комбинации гормонотерапии с CDK-ингибитором, то вы видите, мы можем увеличить время до прогрессирования фактически до 25 месяцев. Мы понимаем о том, что есть фалькон, это 16 месяцев. Мы знаем время до прогрессирования тамоксифена, анострозола, это 6,7 месяцев. Собственно, здесь мы ожидаем 25 месяцев на фоне комбинированного лечения. Достаточно неплохо, мне кажется. Отсюда, получается, сразу встает вопрос, а правильно мы сделали? То ли пациентке будем назначать комбинацию гормонотерапии с CDK-ингибитора? И отсюда идет очень универсальная идея изучения в подгрупповом анализе. То есть, кому мы должны это назначать? Очень просто, основные клинические характеристики опухоли. Безрецидивный интервал, число метастатических форм, состояние гормональной пациентки и кокстатус. Собственно, мы видим на сегодняшний день в этом подгрупповом анализе фактически для всех CDK-ингибиторов преимущество комбинации. В этом идея. Когда? Когда ждать эффекта? И, собственно, опять же, результаты клинических исследований показывают о том, что этот эффект наступает достаточно рано. Спустя, получается, 8 недель. То есть, спустя 2 месяца при первой оценке эффекта мы уже можем видеть клиническое улучшение. Дальше мы вспоминаем, ага, мы боимся о том, что у пациента есть висцеральные метастазы. И, может быть, здесь в этой ситуации нужно было продолжить химиотерапию. Но, опять же, мы обращаемся подгрупповым анализом и видим о том, что у пациентов на фоне комбинированного лечения при наличии метастазов в лёгке или в печени всё равно мы видим преимущество от этого. И имеем влияние на время до прогрессирования. Ну, и отсюда получается то, что мы и получили. Здесь, наверное, не очень хорошо видно, но имеет смысл поверить на слово, когда 6-сантиметровый очаг на передней грудной стенке. И на фоне терапии, ведь и 2 недели уменьшения, уменьшение отёка, гиперемии, месяц. И что же дальше? А дальше всё то же самое продолжается. И фактически вот этот опухолевый очаг, он уменьшается. Уменьшается и фактически полностью регрессировал. И на сегодняшний день пациентка продолжает эту лекарственную терапию. То есть уже фактически год. Без признаков прогрессирования, с достаточно хорошим общим самочувствием. Чего мы ожидаем в будущем? Отсюда как раз вот этот основной вопрос. Мы всегда говорим, медиана общей выживаемости. Медиана общей выживаемости. Как мы можем повлиять с помощью нашего комбинированного лечения? И здесь, получается, пока для данного исследования результатов пока нет. Но вот, видите, мы ожидаем всё-таки некоторого увеличения и медиана общей выживаемости на фоне длительного безрецидивного периода. Второй случай. Второй случай, почему представляю? Потому что это не прогрессирование после радикального лечения, а появление рака молочной железы в метастатической форме ДНО. То есть, исходно, это пациентка с поражением печени, лимфатических узлов средостения, костей с болевым синдромом достаточно. Достаточно у неё была компенсированная сопутствующая патология. Она также была в постменопаузе. Вот видите, наверняка каждый у себя на приёме видел вот такую картинку, когда есть язвенная форма. Понятно, что история роста этого заболевания достаточно длительная. То есть, не появилась ни вчера, ни позавчера, ни месяц назад. Когда появляется вот такая язва. По компьютерной томографии всё подтверждено в данной ситуации. Видите, есть изменения язвенной дефекта в молочной железе. Есть увеличение лимфатических узлов средостения. И что же опять мы ожидаем? И опять возвращаемся к кривым теоретическим. Что мы можем получить в этой подгруппе пациентов, у которых только выявили рак молочной железы в диссиминированной стадии? И опять же, мы видим о том, что есть влияние комбинации на время допрогрессирования. Супер, конечно, хорошо в этой ситуации. То есть, это, собственно, появление опции, которая может максимально повлиять на продолжительность жизни пациента. У неё был болевой синдром. Это вопрос тогда. А как быстро этот болевой синдром купируется? И опять же, мы видим, что время снижения болевого синдрома на фоне комбинации эффективного лечения достаточно быстро наступает. Ну, собственно, мы начали первую линию. И вот в динамике что увидели? Четыре месяца терапии. Фактически, видите, язвенный дефект, который был исходно, практически рубцуется. Таким образом, эволюция и стратегия эндокринной терапии лиминальных раков, видите, проявляют следующим образом, с точки зрения пока времени допрогрессирования. Было бы, конечно, здорово, если бы это были цифры общей выживаемости. Но пока мы располагаем цифрами только времени допрогрессирования. Теоретически говорим о том, что более эффективное лечение мы назначаем в первой линии. Что касается токсичности комбинации, то она достаточно управляемая. Здесь в этой ситуации, ну сколько у нас, 9 человек было в рамках данного клинического исследования. Грубой токсичности, которая требовала бы активных наших действий, мы не видели. Собственно, особенностью это гематологическая токсичность, но она отличная, как вы знаете, от универсальных цитостатиков. И гептотоксичность. Гептотоксичность, конечно, в нашей ситуации была у троих пациентов 30%. И фактически это было связано именно с использованием комбинации. То есть явно есть влияние на здоровые гептоциты. Очень важно, когда появляется эта токсичность. И в данной ситуации, получается, влияние на гематологию, на гематологические показатели, она наступает практически сразу. Если ты параллельно назначаешь нескольким пациентам комбинацию, то спустя уже месяц ты можешь видеть снижение уровня лейкоцитов, но которые нас не очень напрягают в данной ситуации, потому что, да, будет не тропение второй степени, но оно будет постоянное и легкоуправляемое. Очень важное значение имеет гептотоксичность, которая возникает спустя 3-4 месяца на фоне приема. Это требует мониторинга вплоть до биопсии в печени для исключения других причин. И третий момент, что важно, это влияние на проводящую систему. У нас на сегодняшний день не видели никакого удлинения, увеличения интервалов, проводящих в системе сердца, но рекомендации, они включают в себя оценку электрокардиограммы. На сегодняшний день 63 случая опубликованы, да, с точки зрения увеличения интервала QRS. А чем это опасно? Опасно-синус арестом, то есть, казалось бы, мы используем препараты, которые не токсичны, которые якобы эффективны, при этом у пациентки мы можем получить остановку сердца. То есть, конечно, для мониторинга это очень важно. Что же дальше? Это мы говорим о постменопаузе и посмотрели клинические случаи о том, что место комбинации достаточно определенное. Также мы можем эту комбинацию использовать и у женщин применопаузе. Отсюда есть результаты клинических исследований, которые говорят, опять же, об увеличении времени до прогрессирования этих 10 месяцев, которые мы видели в предыдущих исследованиях, и здесь, собственно, сохраняются. И отсюда важный вопрос о том же, с чем же комбинировать, какой, собственно, гормональный препарат выбрать в качестве терапии вместе с CDK-ингибитором. Ну, оказалось, что это особого значения не имеет. И в этой ситуации принципиально должно быть назначение гормонотерапии с CDK-ингибитором. На качество жизни мы также видим положительное влияние, и, собственно, то, что подтверждается низкой токсичностью данной группы препаратов. Ну и третий аспект. Значит, постменопауза, пременопауза. И дальше самое интересное, что же происходит при развитии резистентности, и нужно ли использовать данную группу препаратов. Казалось бы, мы же знаем о том, что CDK – это один из механизмов резистентности. То есть будет ли работать данная группа у пациентов, которые уже прогрессировали на фоне гормонотерапии. Ну и, собственно, есть определенные результаты, доказывающие это, но требует, мне кажется, дальнейшего обсуждения, потому что, да, мы видим эффективность комбинации при развитии эндокринной резистентности. Но не так бы, как хотелось с точки зрения времени, опять же, времени до прогрессирования и общей выживаемости. Отсюда вопросы-вопросы остаются. Ну и, собственно, суррогатный маркер – время до прогрессирования, низкая токсичность. И это на сегодняшний день позволяет включить комбинацию в современные международные рекомендации, которые есть. Ну и отсюда как раз заключительный слайд в плане повторного-повторного голосования о том, что же мы используем у пациентки в качестве первой линии лекарственного лечения после прогрессирования на фоне радикального лечения для алюминального типа рака. Мы уже все ответили о том, что это комбинация CDK-ингибитора с гормонотерапией. Наверное, это на сегодняшний день максимально эффективная опция. Но мне кажется, что все-таки мы должны выделить тот идеальный портрет, как модно теперь говорить, кому же все-таки это нужно. И четкого ответа на сегодняшний день, к сожалению, нет. И в этой ситуации, конечно, очень важно, о чем говорил Владимир Михайлович по поводу проблем биологии алюминального рака молочной железы. То есть кому, когда и что мы должны назначать для хронизации данного процесса. Потому что мы понимаем о том, что все-таки рак молочной железы в диссиминированной стадии неизлечим. Спасибо за внимание. Продолжение следует...